Сначала я сознала, что я другой, и уже позже, когда начала думать по поводу «а кто же я, если другой, но кто?», то, конечно, общего больше находилось именно с западом. Когда я была в Берлине, меня поразила одна картина. То есть все знают, что Берлин очень велосипедный город, то есть там велосипедов больше, чем машин, ну и как бы ты там восхищаешься уровнем доверия между автомобилистами, велосипедистами, пешеходами, как бы это все понятно. Но я увидела маму на велосипеде, сзади к велосипеду пристегнута такая колясочка, в которой едет годовалый ребенок. И вот она едет по городу, по проезжей части, и даже не оборачивается. Я наблюдала и думала, вот по Минску я никогда бы в жизни, ну мне было бы страшно, потому что я настолько не верю нашим машинам и водителям, чтобы вот оставить за собой ребенка. У этой мамы было абсолютно гармоничное выражение лица. То есть она даже не могла представить, что вдруг какой-то автомобилист, завидев издалека эту коляску с ребенком, не притормозит. У нас такое, в принципе, невозможно, и вообще люди, то есть ты ходишь и понимаешь, что люди очень в себе и закрыты, вот к этому контакту они не готовы. То есть из таких мелочей, ну по сути, и складывается Европа. Когда вот несколько лет я жила в России и делала какие-то проекты, то сами русские говорили, что чувствуется, что я не из России, а ближе к Европе. То есть сам способ мышления, несмотря на то, что ты специально не учишься у Европы, да, то есть ты не используешь наработки европейского искусства, ну то есть не приносишь их, но в тебе внутри сидят какие-то категории, которые ближе как раз туда. Я не знаю, чем это, ну как бы объяснить. Вот, но и те, кто попадают, допустим, там то молодое поколение, которое попадает в Европу, оно вдруг понимает, что то, что в нем сидит внутри, вот то, как оно видит этот мир и чувствует мир, оно больше состыковывается вот с тем пространством. Поэтому очень многие уезжают. Безусловно, Беларусь должна стать членом Евросоюза. Но это уже такой момент, на который мы можем это захотеть, но понятно, что эти вещи должны решаться на более высоком и государственном уровне. То есть то, что мы, то, что может для этого сделать независимое арт-сообщество, интеллектуальное сообщество, оно делает. Это постоянное сотрудничество с европейскими организациями, партнерство и так далее. Вот, но как повлиять в данной ситуации на вот высокий уровень, здесь сложно сказать. Я все больше убеждаюсь, что как раз именно на культуру нужно делать ставку, на вот какое-то социогуманитарное знание, которое вообще никоим образом не связано с политикой. И таким образом, даже распространяя это, вот, какой-то новой культурной практики, там, новое, вот, исследование и так далее, не только среди общества, но и очень мягко и корректно вот в среду бюрократов, вот, то есть каким-то таким образом пытаться влиять на способ их мышления. Вот так, наверное. Так как я работаю с культурным пространством, то в первую очередь я пытаюсь продвигать то искусство и те культурные проекты, которые связаны с реальностью. И именно, как бы, вот эта среда мне интересна, и о ней я стараюсь писать. И если я, допустим, делаю какие-то театральные проекты, я тоже стараюсь работать именно в этой среде, потому что как раз вот этой связи между культурой и реальностью в Беларуси очень сильно не хватает. И если общество увидит, насколько культура и искусство могут стать инструментом для человека, инструментом не только познания реальности, но инструментом, который позволит человеку стать сильнее перед этой реальностью, как бы, то, ну, в этом будет большой шаг. Даже я, когда общаюсь с людьми, которые об этом говорят, у меня иногда складывается впечатление, что они не выходят в мир. То есть, потому что даже если в каком-то очень узком интеллектуальном белорусском сообществе и еще идет речь о национальном проекте начала 90-х, то в новом, в какой-то новой среде, в обществе, не знаю, в интернет-пространстве об этом уже речи, то есть люди даже это вопросом, вопрос о нации даже не воспринимают как вопрос. Поэтому можно говорить о третьем пути, но просто однажды, ну, можно выйти и вдруг обнаружить, что мир уже давно как бы изменился вокруг, а ты все топчешься на месте. Конечно, безусловно, об этом многие говорят, это упростить визовый режим, потому что как раз те, кто никогда не задумывались о том, кто они, европейцы или нет, как раз попав в Европу, начинают очень четко видеть вот этот разрыв. И, к сожалению, когда ты проходишь границу, это очень унизительно, действительно, и ты понимаешь, насколько как бы, ну, там, внутри страны, не знаю, внутри постсоветского пространства ты как человек, как личность очень маленький, там, начиная от этого безумной процедуры смены колес в вагоне, вот, которое напоминает какое-то адское действо, вот. Поэтому упрощение вот этого визового режима, это стало бы, конечно, большим шагом вперед, и еще и как раз для того, чтобы пропагандировать, облегчить осознание белорусов себя, как именно европейцев. Спасибо.